Кадетскому движению Следственного комитета 6 лет. В 14 городах России есть школы, где дети с младших классов готовятся стать следователями, экспертами и криминалистами. Сегодня их приветствовали люди, которые уже давно достигли больших успехов в профессии. Дети познакомились с грамотными специалистами, изучили современное криминалистическое оборудование и рассказали, почему решили служить закону. Кадетское движение Следственного комитета создано для того, чтобы повышать уровень правового самосознания учеников, также повышать гражданскую ответственность. Конечно же, это патриотизм, любовь к родине, это обширные знания истории нашей великой страны. Чтобы показать школьникам престиж профессии, на слете наградили лучших. Тех, кто уже добился высоких показателей в работе и доказал, что верой и правдой служат закону. Благодаря Эдуарду Абдулину, который много лет работал следователем, а теперь трудится судьей, было раскрыто преступление 20-летней давности. В архивах Верховного суда республики сейчас хранится дело, где отражены подробности того страшного убийства. Я хорошо помню этот день, это было 26 мая 1997 года. Я тогда буквально 5 месяцев работал следователем прокуратуры Кировского района. Естественно, для меня это было еще в диковинку, такого рода преступление. Она меня действительно поразила, это преступление, прежде всего, своей жестокостью, бесчеловечностью, поскольку среди бела дня была обнаружена женщина Шакирова Светлана. Телесные повреждения были очень серьезные, она была полностью обнажена, и в половой орган была вставлена палка, достаточно большая. Естественно, это всех поразило, всю следственную группу и всех тех, кто осматривал. Все эти объекты были изъяты с места происшествия, в том числе и эта палка, на которой были обнаружены следы спермы, предполагаемого преступника. Добросовестная работа Эдуарда Абдулина не пропала даром. За эти годы человек, совершивший преступление в лесопосадке, успел отсидеть срок за другое убийство и вновь попасть за решетку за изнасилование. Тут и пригодились собранные когда-то биоматериалы. Возле, практически в подъезде собственного дома, он изнасиловал соседку. И вот тогда в базу данных попали его генетические объекты, это сперма, в первую очередь, и, к счастью, современные медицинские технологии, которые существуют сейчас, это генетические экспертизы, это база данных ДНК, вот все это позволило выйти на след преступника и, естественно, изобличить его в совершении вот этого преступления, с момента совершения которого прошло более 20 лет. Похожий случай произошел и с коллегой Эдуарда Максимом Беляевым. Он тоже во времена работы следователем тщательно, сантиметр за сантиметром, изучил место преступления в поселке Салмыче. В 2000 году там была убита семья главврача Кожевин-диспансера Рината Ахмадеева. Вот в ходе этого осмотра места происшествия был изъят отпечаток пальца, который в дальнейшем через 15 лет совпал с одним из въезжающих иностранцев в Российскую Федерацию, который участвовал в этом убийстве. После этого ниточка потянулась и преступление было раскрыто. За добросовестную работу, благодаря которой раскрыли убийство 15-летней давности, Максим Беляев тоже был в свое время награжден знаком отличия за службу закону. Сегодня, узнав о таких вот историях преданного служения профессии, школьники еще раз убедились в том, что выбрали правильный путь. К тому же на благое жизненное дело их благословил митрополит казанский и татарстанский феофан, а другие взрослые пожелали здоровья и терпения. Я, наверное, общее мнение выражу, да таких красавцев не принять в наши ряды мы не можем.